уважаемые студенты сегодняшняя тема страхование в международном перевозке грузов во первых хочу рассказать что такое страхование для железнодорожников страховая деятельность что дает какие преимущества эти вот данные вопросы сегодня найдем ответы во первых страхование для нас для железнодорожников это если в случае грузоотправители грузополучатели при погрузке грузов они оценивают свой товар то есть страховая сумма берется с оценочной стоимости оценочной стоимости высчитывается страховой платеж проценты страхового платежа определяет кабинета министров республика узбекистан до двух тысяч восьмого года до двух тысяч восьмого года на территории республики узбекистан существовало закон о страховании то есть страховые организации занимались купли-продажи строительстве далее 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 они свой значит страховой фонд растрачивали ну с целью значит заработать значит прибыл 5 апреля 2002 года вышел закон о страховой деятельности который конкретно определили задачи страховых организаций страховая организация не может заниматься другими видимо деятельности кроме страхований кроме того двух тысяч пятнадцатом году 15 сентября постановлением кабинета министров республика узбекистан определение о мерах реализации закон республика узбекистана обязательной страхована гражданской ответственности перевозчика то есть на территории республика узбекистан существует три два вида страхований это первый обязательный вид страхования а второй добровольный вид ну обязательно страхование это осаго обязательно страхована автогражданской ответственности еще второй вариант работодатель обязан застраховать своих работников от несчастных случаев а во всех остальных случаях значит она добровольно должна заключаться договора даже не принудительно поскольку страхование грузоперевозок одна из наиболее распространенных и древних страхований проект законов для него регулирования в разные времена были приняты множество сейчас поговорим об основных действующих линии отметим что транс транспортное страхование перевозки грузов тоже базируется на некоторых из них страховые организации тоже значит базируется на конвенциях это бруссельская конвенция об унифицировании некоторых правилах которые были внесены коррективы 1968 году брюссельским протоколом на данный момент актуальны эти поправки страхования груза как страховое любое другого имущества то есть груз как считается то же самое имущество при оформлении страхового договора старание отталкивается от действующего законодательства то есть все страхования и грузов и имущества и значит жизни все на основании все действуют на основании договора а кем регулируется этот договор? договор регулируется с Министерством финансово Финансово Республики Узбекция при Министерстве имеется госстрахнадзор Госстрахнадзор регулирует данные договора, поскольку грузоперевозка очень затребованная и распространенная услуга, а способов ее реализации достаточно много, то есть грузы классифицируются, на железной дороге, сами знаете, перевозятся разные грузы, это, во-первых, вероятность манекновения страхового случая все же имеет зависит от, проводится с целью исключить либо по возможности минизировать убытки, понесенные вследствие повреждения, утраты товарном отрядной ценности, застраховать можно любой разрешенный к перевозке груз, вне зависимости от вида перевозки, либо ее географии, конечно, страхование перевозок внутри страны, а за ее пределами немного отличается, рассмотрим основные виды грузов, согласно данной категории грузов делается на генеральные, общие, наливные, ну, знаете, наливным грузом, какие грузы относятся к наливным грузам, наливные грузы это светлые нефтепродукты и темные нефтепродукты, а светлым нефтепродуктам, какие грузы относятся к светлым нефтепродуктам, светлым нефтепродуктам относятся, значит, бензин без топлива, авиакеросин, солярка, насыпные грузы, ну, насыпные грузы, сами знаете, от зерно, там, далее, 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 есть еще навальные грузы, есть еще животные грузы, животные грузы это сельхозпродукты и другие, и специальные грузы с особенностями страхования, в этой группе выделяют два подгруппы, первые, ценные грузы, это драгоценные металлы, банкноты, там, далее, 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 второй, выставочные грузы, культурные ценности, экспонаты, способ транспортировки таких транспортом осуществляется перевозка, характер транспортировки транспортировки, это относительно странам перевозка груза, морем, практически всегда означает, что она производится не в пределах одной страны, считается, что страхование, как такого, ведет свою историю, именно от морского страхования груза, и было внедрено в Италии в 14 веке, сейчас большинство стран мира использует правило принятия ассоциацией институт лондонских страховщиков, базируясь на нормах международного права, данный организация разработала условия страхования международных грузов, под названием оговорки института лондонских страховщиков, с 1982 года, в сегодняшний день действует три варианта страхования, которые называют оговорками, а, б, с, а, это принцип, обеспечивающий наиболее покрытие, соответственно, максимально выгодное для перевозчика, здесь груз застрахует всех рисков, за исключение оговоренных, б, это принцип, обеспечивающий покрытие только тех рисков, которые оговорены, в основном несчастные случаи, урушения, природные катаклизмы, стихийные действия, пропаж и так далее. Есть минимальное покрытие рисков и страхование грузов при международных перевозках, на условиях без ответственности за повреждение грузов, кроме случаев крушения. Страховые выплаты в этом случае сильно ограничены для перевозчика, это наиболее, наименее выгодный вариант. Рассмотрим еще один вариант страхования, вот, например, грузоотправитель отправил груз со станции Ташкент до станции Москва. Груз сельхозпродукции, вот один вагон помидоров, грузоотправитель, значит, растратил все деньги, все содержания на, значит, транспортировку данного груза и отправил. Вот, при этом, для нас, вот в уставе написано 63 статья, что железная дорога обязана, обязана принятые грузы довести до станции назначения, целостной сохранности и выйдут грузополучатели. Есть еще второй вариант, железная дорога претензии рассматривает в течение 6 месяцев. Вот в этих случаях страхование выгоднее для нас, железнодорожников тоже. А как застраховать груз? Есть такая формировка, вот в данный момент она отрабатывается на, значит, МТУ Ташкент. Там есть специальные подразделения грузового отдела, которые сейчас работают над этим. И нормально получается. То есть, на каждой станции, станции, значит, составляет ВТК. ВТК это временный трудовой коллектив. То есть, туда входит начальник станции, заместители, там-то товарные кастиры, прием сдачек и так-так-так. Ну, где-то около 5-6 человек. И у них ВТК создают ВТК. Ну, согласно протоколю. И в течение, значит, месяца они, значит, работает от имени страховщика. То есть, страховая организация предоставляет им договор на страхование. Вот здесь надо учитывать, что договор заключается в двух вариантах. Первый вариант. Теперь, согласно закону Республики Узбекистан, значит, лицам активно участвующих проведения, возлагается 25% от страхового платежа, который страховая компания имеет право растрачивать. Это что такое 25%? Вот если один вагон оценили 10 миллионов, вот здесь тоже надо обратить внимание, что 10 миллионов это оценочная стоимость. Это, вот этот вагон и погруженные помидоры не стоит, например, на 10 миллионов. На базаре, может, она стоит миллион. Ну, риск берется из оценочной стоимости. То есть, грузоотправитель сам оценивает свою груз. Он оценивал на 100 миллионов, на 100 миллионов. Он оценил на 10 миллионов, значит, 10 миллионов. Никаких здесь квитанции, значит, справка не требуется. Ну, выплачиваются проценты. Вот, например, помидор 3 процента. Вот 100 миллионов он оценил, грузоотправитель, 3 процента он оплатил в страховой платежке. Если случится страховой случай, значит, страховая организация в течение 72 часа, вот, обратите внимание, в течение 72 часа, в условии, если предоставлены все необходимые документы, должны возмещать страховой убыток. То есть, они должны выплатить вот это 100 миллионов. А есть такое понятие, кто будет отвечать за это. Вот, например, по чьей вине это произошло? Вот, например, это крушение, авария, вдруг пожар. Чьей вине? Вот здесь страховая организация. Значит, все действия, есть такое понятие, право регресса называется, право регресса. То есть, все обязательства грузоотправителя автоматически переходят на страховщика. То есть, страховщик имеет право от имени грузоотправителя грузополчателя вступать, значит, подавать иски, претензии, значит, в суд, там, далее, далее, далее. Ну, я здесь составил пять вопросников. Надо будет рассмотреть вот эти пять вопросов и подготовиться к ним. Вот на пять вопросов почти я на всех ответил в это занятие. Просто надо будет еще раз повторить. Вот, например, страховые организации стоящиеся на территории Республики Узбекистан. Это сейчас везде есть. Надо взять, поднять, посмотреть, сколько, какие у нас страховые организации имеются на территории Республики Узбекистан. Я еще не поднял вопрос о перестраховании. Есть такое понятие перестраховании тоже. Ну, там чистыми вопросами я не писал. Я думаю, вам понятно. Спасибо. До свидания. До следующего занятия. Субтитры сделал DimaTorzok